Ну что же, приближается тот момент, когда слушатели узнают, какой подарок мы спрятали под ёлочкой Сатурн-ФМ. Вадим, это так волнительно, и мне, конечно, тоже не терпится узнать, что же у нас спрятано под ёлочкой. Ну а пока наши мегазвёздные гости едут к нам на северных оленях, расскажите нам о своих сюрпризах. Вадим, а что ты имеешь в виду? Я имею в виду твои песни, ты же артист, и не только. Но и пишешь свои песни. Что у тебя происходит в творчестве? О, ну, конечно, очень многое. И я постоянно в творчестве всеми своими мыслями. Ну что ж, я действительно рад. Расскажи тем, кто тебя сегодня впервые слышит на радио Сатурн-ФМ. Чего ты начала свой творческий путь? Ну, это было так давно, я уже даже и не помню. Родители посадили меня за пианино с пяти лет. И вот так и началась моя история. Сначала с пяти лет подготовительные курсы, потом с семи лет музыкальная школа, потом уже эстрадный факультет по классу фортепиано и факультет музыкального продюсирования. Я всю жизнь учусь чему-то, и, наверное, мне это нравится. А первую песню свою помнишь? Честно говоря, с большим трудом. Я в школе постоянно что-то выдумывала, и у меня тетрадки постоянно были исписаны стихами. В основном писала на уроках литературы. И как ты решила быть певицей? А просто на тот момент не было кого-то из знакомых, кто пел, поэтому попробовала сама записать. А если говорить о профессиональной работе, то моей первой песней была песня «Облака», которую я записала в 2011 году при поддержке моего друга и саунд-продюсера Роста. И также в дальнейшем была песня «Талисман», которая впоследствии стала также англоязычной версией, как песня «Талисман бой». Ну, а далее я стала работать вместе с другими артистами и выпускать свои собственные песни. Поэтому вот так, в общем-то, всё и происходило. Надеюсь, на этом моя история не закончилась, и хочется всё дальше и дальше продолжать радовать вас творчеством, совместными проектами. Ну, что из этого получится, посмотрим. Твои песни играются на западных радио в хит-парадах. Ты также делаешь совместные проекты с артистами. Ну, в общем-то, да. Если я вижу какую-то перспективу проекта, то берусь за это. Я работала с Мудуан, Кристианом Конде, Дивайт. И, конечно, эти люди очень талантливые и большие профессионалы. Да, в прошлом году мы представляли Мудуан и Кристиана Конде нашим слушателям со специальной программой. А в следующем году что планируешь? Планирую я многое. А что из этого сбудется, одному Богу известно. А вообще, я готовлю к выпуску свой дебютный альбом. Мне осталось не так-то и долго. И также планирую работать как автор для других артистов, которые мне в первую очередь интересны. И могу сказать, что это артисты и старого, и нового поколения диска. Ну, собственно, кто-то из них даже был сегодня в эфире, поэтому будем дружить, общаться. А что из этого получится, посмотрим, время покажет. Ну, я надеюсь, ты нас не оставишь без музыкального подарка. Что это будет? Вадим, ну как же без подарка в Новый год? Конечно, есть у меня что-то в моем новогоднем сундучке. Ну, знаешь, этой осенью вышла моя песня, которую мы еще не представляли на Saturn.fm. И я вот так подумала. И, кстати, она в стиле евродиска. И это песня о романтике, любви, теплом лете, каких-то хороших, добрых воспоминаниях. Я очень-очень люблю ее, потому что она из самого сердца. И сделали мы ее совместно с моим другом и партнером Мо Дуан. Со звуком и сведением работал Пол Кэтснельсон. Он живет в Канаде. И также нам помогал Александр Альтман. За что ребятам большое спасибо. И, конечно, пользуясь эфиром, хочу пожелать им всего наилучшего в Новом году. И надеюсь, что наши совместные проекты будут и не один. Поэтому, ребята, вам вдохновение, музы, и чтобы у вас вырастали крылья с вашими проектами. Мо Дуан написал аранжировку к этой песне. Поэтому, если слушателям она понравится, я буду очень только рада. Надеюсь, это станет новогодним подарком для всех. И как она называется? Называется она «Воспоминания о Лете». Ну, хорошо. Сейчас мы услышим твой музыкальный подарок. И что ты пожелаешь нашим слушателям? Ну, в первую очередь, я пожелаю быть всегда искренними, добрыми. Пусть ваши глаза всияют только от счастья, а в вашем сердце будет всегда любовь. И ваши близкие, и вы пусть будут всегда здоровы. Я просто хочу пожелать, чтобы следующий год был немного лучше этого. Ну, и, конечно, пусть сбываются ваши мечты, ваши планы, а для этого нужны только ваши усилия. Поэтому пусть ваши усилия будут вознаграждены по справедливости. Пусть это все воздастся вам со сторицей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok